Приходите к нам, чтобы выпить настоящий погодаевский сочинский чай. Пробуйте колбасы из Динского района. Вкусно все очень. Копченые, вареные, жареные. Подходите, пробуйте с Крымского района, из натуральной продукции, кисломолочная продукция. Всем, чем богата Кубань в одном месте, представить свою продукцию на ярмарке для каждого района большая честь. Натуральные продукты, свежие и спелые. И как тут можно пройти мимо? Это самый вкусный павильон. Колбасы, рыба, сырые напитки. Чуть дальше находятся овощи и фрукты. И это все можно не только купить, но и попробовать. Вот, например, свежая кубанская клубника прямо с грядки. Аромат у нее очень манящий, а по вкусу... По вкусу также не подводят. Вот такую ягоду можно выращивать дома на подоконнике. Фермер Владимир Андропов обещает, урожай будет круглый год. Прямо с грядки на прилавке кубанской ярмарки он привез рассады клубники разных сортов. Шарлотта, маэстро и Ирма. А вот Андреас явно оценит городские жители. Вот, пожалуйста, посмотрите, красота. Вы посадили землю у себя в горшочке. Ну, можно два кустика посадить. И выращиваете. В течение этого времени вырастут цветоносы. Вон, посмотрите. Какая губника. Если вы понюхаете, это что-то такое. Это шарлотта. Более 800 фермеров предлагает свою продукцию. Каждый старается удивить вкусом и подачей. Неизменно одно – качество. За него ратует каждый. Это мороженое джелата. Мы его делаем в Ейске. Наш принцип такой. У нас нет мороженого из вчерашнего молока. У нас всегда все сырье свежее, продукты свежие. И все всегда вкусное. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предвкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. В этом году агропромышленная выставка поделена на 12 зон. Это все, что производят на Кубани. Вино, мед, копчености. На площади 3,5 гектара место нашлось птицам и крупному рогатому скоту. Городы перемещаются по стойлу Грегор, Сатир и Люси. Коза необычной расцветки не только привлекает внимание, но и имеет высокую продуктивность. Однако, нубийская порода пока не так популярна в нашей стране. Молоко не имеет послевкусия. То есть у молока нубийских полос имеется просто сливочный вкус. И также продукция, которая изготовлена с этого молока, даже когда вы кушаете бутерброд с сыром, с горячим чаем, то ощущается всегда прикус сыра. По торговым рядам прошел и губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил на ярмарке все три павильона. Пообщался с продавцами и попробовал настоящие кубанские делькатесы. Такие, например, как сушеные арбузы. Никого уже не удивляет, что местные товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты. И даже такие экзотические, как мидии и устрицы, в Краснодарском крае успешно импорты замещают. В Демноморске выращиваем, сами в Демноморске покупаем алька, здесь выращиваем. Три года растет, два с половиной, три лет. Друзья, это долгие деньги, по большому счету. Единственное, что, конечно, они окупаются потом или нет? После двух с половиной лет. Ну, окупаются, конечно. Эта продукция обречена быть нашей, черноморской. Потому что тот санкционный режим, который есть, не позволяет теперь этим устрицам нам приезжать из заморских стран. А для вас это как раз та огромная ниша, которую вы можете занять. Как бы ни было, мы вчера не могли даже и подумать, что наши мидии, наши кустицы будут нашими. А сегодня они еще вкуснее, потому что они наши. Другой вопрос. А сегодня мы можем, в самом деле, поставлять и химистораны, и, я уверен, завтра и в сети. Участие в кубанской ярмарке в основном принимают представители малого бизнеса. То есть те, кто сам выращивает, сам собирает урожай, и сам занимается его переработкой. Это небольшие крестьянско-фермерские хозяйства и семейные предприятия. За их развитием стоит будущее агропромышленного комплекса региона. А это, в свою очередь, скажется и на стоимости кубанских продуктов, рассказывает губернатор. Посетителям ярмарки в ответ на их предложение заморозить цены. Моя задача не снизить цены, а сделать больше производителей. Чем будет больше производителей, тем будет больше конкуренции. И они вынуждены будут сами свою цену чуть-чуть снижать. Ну, чуть-чуть. А вот если снижать цены административно, неправильно. А правильный путь – создать условия, чтобы больше было цепроз товаропроизводителей. Качественное. У прилавка хажа, ажиотаж, спешки купить все самое качественное и вкусное. Люди с разных точек не только края, но и России толкаются тележками. Для многих покупателей уже традиция – делать покупки на аграрной выставке. Я, во-первых, приехала из Казани, и поэтому я впервые на этой ярмарке, конечно, глаза разбегаются. Купила масло, купила овощи. Спасибо большое. Впечатляет, очень впечатляет. Купили, мясо купили, виноград купили, рыбу купили. Вот это хорошая ярмарка. Пока все очень нравится. Уже набрали и мясо, и чаев, и рыбу, и сыра. Так что на этом, думаю, еще не закончится все. Очень понравилось, очень. Каждый год мы еще рыба, пиво, сыр, но все, что вкусное, все мы берем. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предвкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. Кубанскую ярмарку сравнивают с зеленой неделей в Берлине. Мы действительно приближаемся к таким масштабным показателям. Сегодня ярмарку посетило десятки тысяч человек. И с каждым годом ее популярность только растет. Увидеть, чем живет и прославлена Кубань. Также попробовать местные продукты можно будет до 7 октября. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Михаил Власенко, Алексей Комаров, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.